Здравствуйте, меня зовут Андрей Силаев. Я вам расскажу про CRM-маркетинг. Расскажу про возможности, настройку, лимиты, интеграцию, миграцию. Итак, что такое CRM-маркетинг? Это инструменты для работы с клиентами вашей CRM. Как для работы со всеми клиентами, так и с определенными сегментами. В первую очередь это e-mail рассылки. Но помимо них еще у нас есть информационные звонки, смс-рассылки, мессенджеры. Это еще больше инструментов. Это рекламные инструменты для Яндекс, Гугл, Фейсбук, ВКонтакте. И вот совершенно новый генератор продаж, создания повторных лидов, повторных сделок. Использование. Стандартно создание рассылки – это прохождение через несколько шагов. Выбор шаблона, выбор сегментов получателей, настройка сообщения, тестовая отправка и запуск. Но когда вы отправляете рассылку, очень важно, ну вы хотите нанести какое-то сообщение, то есть какую-то информацию, какое-то предложение. И очень важно правильно выбрать получателей, выбрать тех, кто в этом будет заинтересован. И эту задачу у нас решают сегменты. Стандартный у нас сегмент состоит из динамического списка. Это настройка лидов, выбор конкретных, фильтрация по лидам, по клиентам, по контактам. Причем фильтр такой же, как на грядах, на самих списках. Можно настраивать как обычные поля CRM, так и пользовательские поля CRM. И есть у нас статический список, то есть можно загружать как email, так и телефоны. Можно даже в перемешку. Все там разберемся. Это все правильно будет загружено. После того, как отбор выполнен, показывается общее число, сколько было отобрано получателей. А также показывается еще число по типам получателей. То есть показывается, сколько email, телефонов, мессенджеров, контактов в компании отобрано. И по этим данным можно понять, оценить, по какому каналу лучше работать, какую рассылку отправлять данному сегменту людей. Рассылки. Email-рассылки – это основной инструмент в CRM-маркетинге. И, как вы помните, несколько лет назад мы презентовали убийцу почты. Так вот. Не убил. Не убил, да. И почта наносит ответный удар. Что мы можем предложить в email-рассылках? Это готовые шаблоны. Они уже адаптированы под основные почтовые клиенты. Они уже протестированы. Также у нас есть тематические тексты. Они содержат прям реально бизнесовые тексты, где нужно чуть-чуть там подправить, возможно, и использовать. Они у нас есть двух видов. Неформальные и деловые. Ну, деловые понятно. Неформальные – там более свободное общение с клиентом. Редактор писем. Есть у нас блоки, настройка контента, картинок. Можно менять цвет фона, добавлять кнопки, отступы, шрифты. В общем, все что угодно. Можно замбрендировать шаблон, письмо на ваш вкус. После этого вы выполняете предпосмотр. Видно, как на телефоне отображается, как на планшете и десктопе. Дальше можно настроить получателей, получателей-отправителя. То есть, с какого ящика будет отправлено письмо. Можно указать там имя, фамилию, чтобы оно было более персонально. И настроить вложения, важность. Есть редактор UTM меток. И выполнить тестовую отправку. Осталось только отправить. Можно запланировать отправку, можно запустить сейчас, можно позже. И когда рассылка уже отправлена, встает вопрос. Ну, что, как? Мы отвечаем на этот вопрос. Есть у нас количество просмотров, количество кликов, сколько отписалось. И у нас есть уровень эффективности рассылки. Уровень эффективности рассылки отвечает одним прям словом. Ну, как прошло? Плохо, хорошо, среднее, отлично. И он считается, это отношение переходов к просмотрам. Также у нас есть еще карта кликов. Там у нас показывается, куда люди кликали, на картинки, кнопки. Очень важный инструмент. Есть понимание, возникает понимание, как формировать письмо и на что лучше обращают внимание получатели. Мы серьезно поработали над инфраструктурой. Мы настроили SPF, сделали автоматическую генерацию текста версии письма и сделали другие изменения контента писем. Сейчас работаем над ДКИМ, чтобы каждое письмо имело подпись ДКИМ. А также мы работаем над тем, чтобы у нас появился общий список отправителей. То есть вы, например, хотите отправлять с какого-то своего ящика. Вы его добавляете, валидируете. И мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась возможность указать свой ключ ДКИМ, чтобы подписывать им, либо указать параметры SNTP, чтобы выполнять отправку собственного сервера. Если вы не хотите использовать нашу инфраструктуру. Ну, а проще. Оценка письма. Мы выполнили оценку письма Bitrix24, получили 8,5 и это еще без ДКИМ. Это очень хорошая оценка. Ну, вот о чем она говорит. Она говорит о том, что отправленное вами письмо окажется в папке входящей, а не в папке спам. Скажу также, что автоматическая генерация текстовой версии письма и также другие изменения, связанные с контентом писем, они у нас в главном модуле сделаны. И они выходят также и для коробки, ну и для Bitrix управления сайтом. Информационные звонки. Здесь вы просто указываете сегменты, указываете текст и на телефоны клиентов будет совершен звонок и робот зачитает этот текст. Если уже настроен на телефоне, то номера будут уже здесь доступны. Конфигурирование номеров выполняется в телефоне. И для совершения звонков доступны номера арендованные и номера АТС, которые настроены через SIP-коннектор. Рассылка мессенджера – это, пожалуй, самая простая рассылка. Только указывайте сегменты и текст. К сожалению, сервисы ВКонтакте, Facebook, Telegram, они не дают отправлять сообщения по номеру телефона. То есть нельзя загрузить список телефонов и по нему отправить в сервисы сообщения. Но есть возможность написать тем, отправить тем, кто написал вам в открытые линии. Правда, исключая онлайн-чат, потому что он находится в виджете, виджет на сайте. И маленькая вероятность, что вообще кто-то зайдет на сайт, вам откроет виджет и прочитает ваше сообщение. Ну и кроме Инстаграма и комменты, Фейсбука, рассылка и СМС. В настройках CRM в разделе интеграции у нас есть возможность подключить SMS.ru, Twilio, буквально там несколько шагов. И отправка СМС будет доступна как в карточке CRM отдельному клиенту, так и отправлять нужно будет сообщение через CRM маркетинг. Можно помимо тех двух провайдеров добавить приложение из маркетплейса, можно отправлять через других. Особенно отмечу, что есть лимиты на количество SMS, и они устанавливаются провайдером, не Bitrix24. Итак, лимиты. Поднимите руку, кто из вас уже встречался с лимитами. Спасибо. Лимит писем в месяц. На странице мой тариф Bitrix24 появился блок, в котором показывается, сколько у вас уже в этом месяце было отправлено писем, сколько осталось. И мы этот… Вообще представьте себе, что спамеры умудрялись отправлять спам через приглашение на портал. Мы уже замучились с этим, и для этого мы сделали лимит писем в месяц. Но есть нюанс. Письма делятся на внутренние. Это восстановление паролей, уведомления, напоминания, письма из задач. И это у нас все без ограничений, как и раньше. Письма наружу – это приглашение на портал, письма из CRM, CRM маркетинг. Е-мейл, адреса в получателях живой ленты. Вот на это у нас действует лимит писем в месяц. Довольно легко запланировать выполнить отправку из CRM маркетинга рассылки на 6000 писем. При лимите их, допустим, в 5. Можно предположить, что весь лимит будет исчерпан. И вы тогда не сможете никого пригласить в этом месяце на портал, либо не сможете отправить клиенту единственное письмо из CRM. Нет. Мы предусмотрели и сделали предохранитель на 95%. То есть CRM маркетинг может исчерпать лимит только на 95%. В настройках CRM маркетинга есть… Можно это прям поправить. Можно изменить этот лимит. Можно сделать больше, меньше. Лимит письменный день. Еще один лимит на письма. Но это необходимость. Действует он только для CRM маркетинга. Зачем он? Чтобы улучшить доставляемость писем. Дело в том, что потенциально может прийти спамер, бахнуть рассылку на миллион спам писем. Она у нас быстро отправится, буквально там за пару часов. И все вот это через несколько дней или через какое-то время отразится на всех наших рассылках. И чтобы этой ситуации избежать, мы сделали систему, в которой нужно зарекомендовать себя. Как это работает? Ваши первые рассылки, когда вы запускаете, первый день вам доступно отправить только тысячи писем. На второй день отправится 2 тысячи, далее 4, 8, 16 и так далее. Буквально через несколько дней у вас уже будет десятки тысяч писем в день лимит. И все будет у вас даже незаметно работать. Зачем мы сделали такую пошаговую? Ну, то есть каждый день это отдельная ступенька, как лестница. Что мы делаем в эти дни? Мы считаем жалобы. В каждом письме, в конце письма есть ссылка на отписку. И если по ней перейти, есть кнопочка отписаться и пожаловаться. Вот эти жалобы мы и считаем. И они влияют на лимит. Если жалоб мало совсем, то лимит у вас растет вверх. Он увеличивается в два раза, как я показал, по лестнице. Если мало, если у вас многовато уже жалоб, то лимит падает до тысячи. И вы снова должны подниматься по этой лестнице и заново себя рекомендовать. Если у вас много жалоб, то уж извините, да, будет блокировка. И нужно обращаться в техническую поддержку. Жалобы у нас, по-моему, сбрасываются. Они считаются именно за короткий срок. Так что тут все лояльно. Лимиты для смс. Как я говорил, у нас провайдеры устанавливают лимиты на смс. И это не наша прихоть. И если открыть договора, то, скорее всего, там указано количество смс. Либо уточнить эту информацию можно у самого провайдера. И чтобы CRM-маркетинг правильно работал, эти лимиты нужно указать в настройках CRM. То есть для каждого провайдера можно установить свое значение. И тогда CRM-маркетинг будет правильно работать. Ну вот, значит, мы уже с рассылками закончили. Закончили с лимитами. И переходим к рекламе. У нас есть рекламные инструменты. Facebook, Google, Яндекс и ВКонтакте. Когда создается рекламное объявление, обычно там настраиваются, кому показывать объявление. География, пол, интересы, возраст. И получается там вот какая-то большая цифра. Сотни тысяч, десятки тысяч, может даже миллионы. Вот как видно на примере ВКонтакта в правой области. Целевая аудитория сколько отобрана. Но у вас в CRM уже есть клиенты, которые лояльны к вам. То есть они уже хотя бы один раз заинтересовались вашим предложением. И как раз таки этим людям можно давать рекламу. В самом низу там есть у нас аудитория ретаргетинга в сервисе. Ну это ВК. И через аудиторию ретаргетинга можно решать этот вопрос. То есть туда загружаются e-mail, телефоны прям вставляются. И рекламный сервис, он сам находит людей и показывает им рекламу. Но это делается вручную. Что мы предлагаем? Мы предлагаем использовать рекламные инструменты. Например, создавать рекламу ВКонтакте. Выбираете сегмент, кому вы хотите, кого вы хотите загрузить в эту аудиторию. Выбираете аудиторию ВКонтакте. Запускаете. Все. Они отправились туда. И теперь можно аудиторию добавлять в объявление. И им будет показываться реклама. Еще один инструмент рекламный это Facebook. Лидас. Буквально где-то два года назад Facebook выпустил, добавил возможность указывать форму в объявлении. То есть прямо среди постов в этой ленте показывается объявление. Там есть кнопочка оставить заявку. Нажимаете. Показывается форма. Там поля контактные, которые причем предзаполнены уже, потому что Facebook знает о вас многое. И Facebook предлагает скачать эти результаты в виде файла. Но их нужно потом еще как-то обработать, потом, наверное, занести в CRM. Неудобно. Мы предлагаем в реальном времени, чтобы они попадали прямо в CRM Bitrix24. Они прямо вот окажутся у вас там на списке лидов. Как это сделать? Используем CRM-формы. Идем на список CRM-форм. Нажимаем кнопку рекламы Facebook. Кнопку связать с Facebook. И все, форма попадает на их сторону. Дальше идем в объявления. Там мы указываем цель компании, генерация лидов. Выбираем форму из Bitrix24, которую мы вот как раз таки связали. Публикуем. И все. Лиды летят напрямую в CRM. Но действуют настройки CRM-формы. И не обязательно можно, чтобы оно шло в лиды. Можно создавать контакт, к примеру, плюс сделка. Также действует контроль дубликатов. Там можно как создавать всегда новые, так и обновлять найденные, к примеру, по телефону или e-mail. И предустановленные поля. То есть создается, допустим, лид, и необходимо, чтобы в нем был заполнен какое-то поле. К примеру, источник или статус лида. Но эти поля не нужно показывать там клиенту. Вот как раз их можно здесь настроить, и они будут проставлены. По отзывам самого Facebook, довольно высокая конверсия у форума. Поэтому очень интересный инструмент. Генератор подаж. Вот как раз самый новый наш инструмент. И он позволяет создавать повторные сделки, повторные лиды. Там буквально указываете сегменты, для кого создавать. Указываете очередь, на кого будут распределяться, распределятся эти лиды создаваемые. И есть возможность настроить периодичность. Можно указать выполнение раз в день, или, к примеру, раз в неделю. И что происходит? Тогда происходит автоматизация повторных продаж. Довольно интересный инструмент. Если вы уже используете какой-нибудь сервис рассылок, то встает вопрос, и захотели использовать CRM-рассылки, там CRM-маркетинг, то встает вопрос миграции. Мы сами столкнулись с этим вопросом. И оказалось все довольно просто. Первым делом нужно перенести черный список. Идете, копируете e-mail, телефоны, потом идете в CRM-маркетинг, открываете черный список, вставляете их туда, нажимаете кнопку загрузить. Буквально, каким бы вообще ни был большим список, буквально через несколько минут он весь будет загружен. Дальше, как я рассказывал, у нас есть шаблоны, редактор писем, готовые тексты. Все это настраивается. И самое главное, данные-то у вас в CRM, и они уже вам всем доступны. То есть полное управление сегментированием. Есть как сегменты получателей, так и сегменты исключений. Мы думали, что же можно предложить партнерам. Какие решения будут им интересны, вам интересны. И придумали вот такой вот список. E-mail-шаблоны, то есть шаблоны Marketplace, собственные блоки, собственной версткой, ну как это вот, например, в лендингах. Сегменты. Коннектор Webhook, когда при создании рассылки будет запрашиваться ваш адрес, с него будут получены контакты компании, там либо e-mail и телефоны, и они будут использованы для рассылки. Рассылки Webhook. Обратный случай, когда из сегментов на ваш URL будут отправлены получатели, то есть e-mail и телефоны, и дальше с ними что-то можно будет сделать. И REST. Управление рассылкой. Запуск, остановка, пауза, возобновление, также создание, изменение рассылки, сегмента, рекламы. Вот еще подходил Дмитрий, предлагал сделать в сегменте поддержку списков, то есть чтобы в списке была возможность загружать. Сделаешь? Ну, мы обязательно это обсудим, конечно. Я вам предлагаю, что если что-то из этого вам интересно, или у вас есть какое-то свое предложение, то подходите ко мне после доклада, мы обязательно с вами обсудим, найдем какое-нибудь решение. На этом все. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Андрей. Вопросы? У нас есть 10 минут целых. Спасибо большое. Спасибо большое за доклад и за этот инструмент в битриксе. Пользовались? Да, мы активно пользуемся. Это очень мощная вещь. Сколько разослали уже? У нас пока мы притираемся, мы больше смотрим на эффективность и настраиваем эти инструменты, видим, что это работает очень хорошо, и вот после этого инструмента мы вообще преданные адепты ваши. Хотелось несколько вопросов вам задать по перспективам. Вот нам очень не хватает для того, чтобы полноценно использовать в своей маркетинговой стратегии ваш инструмент, нескольких инструментов. Ну, например, у вас есть телефония, есть онлайн-консультант. Не хватает инструментов колл-трекинга, потому что очень много заявок приходит по телефону, и мы не можем отслеживать эффективность рекламы и формировать сегменты по результатам этой рекламы. То есть у вас есть все для того, чтобы создать этот инструмент колл-трекинга. Я вам скажу, что я даже работал над этим инструментом, но мы пока его немного отложили, поэтому не знаю, когда мы будем ли это делать на самом деле, либо когда будем делать. Но вообще, да, это прямо у нас сейчас живая тема. Просто это очень повысило бы эффективность. Мы, да, подумаем над этим. Отсюда связанный вопрос. У вас есть рассылки в виде информационных звонков. Когда появятся информационные звонки с возможностью обратной связи? То есть нажмите 1 или 2, чтобы получать обратную связь и делать запись этих телефонных разговоров. Хотя бы обратную связь. Ну, наверное, нужно тут обсудить. У нас перевозов Алексей есть. Нужно будет, наверное, вместе с ним обсудить этот вопрос и подумаем, что можно над этим сделать. Последний вопрос. В части сегментации. Вы говорили о том, что у вас очень большие планы по обмену данными с 1С. Мы все знаем, что на стороне 1С, особенно мощных торговых конфигураций, как параллельной торговли, есть очень мощные инструменты классификации, сегментации клиентов, ABCX, YZ анализ, сегментации клиентов по оборотам, по частоте закупок. Ну, намного мощнее инструмент сегментации. Вы не хотите построить обмен сегментами с 1С, чтобы эти сегменты можно было по умолчанию использовать в вашем мощнейшем модуле? Потому что в 1С нет даже близко того, что есть у вас. Ну, вы говорите о стандартной поддержке, да, прямо у нас. Ну, мы подумаем вообще хотя бы… Хотя это, думаю, можно решить через как раз-таки REST или Webhook, точнее, коннектор. Хотелось бы использовать ваше решение, потому что они все собраны, взвешены, не собирайте тысяч частей. Это простая вещь. Вы контрагентно подмениваете. Я в любом случае записал все, что вы перечислили, запомнил. Да, я потом все это обсужу обязательно. Будем обсуждать. И большая просьба. Добавьте из буса триггерную рассылку. Мы используем ваш инструмент CRM не только как CRM, но и как SRM, то есть управление взаимоотношениями с поставщиками и подрядчиками. Соответственно, у нас классический кейс, когда нужно отправить одновременно запрос котировок у 50 поставщиков одной группы товаров. Мы бы создали один шаблон, динамически формировали бы этот сегмент из компаний, то есть по признаку, кто поставляет эти товары. И человек из сделки мог бы создавать письмо, говорить, ну-ка отправь, пожалуйста, запрос цен по поставщикам кирпича. И автоматически всем поставщикам приходит связанное со сделкой письмо, куда вложены все наши запросы, файлы, весь текст. Это мощнейшая вещь, понимаете? Уломали тебе, нет? Я прочувствовался. Хорошо, обсудим, я понял. То есть услышали, окей, спасибо. Еще вопросы? Максим Мисилов. Андрей, огромное спасибо и всей команде битрикса за клевый инструмент. Да, плюс один к триггерным рассылкам. И вопрос, вот к примеру, сейчас там автоматизирован некий пайплайн на CRM роботах, к примеру. И там уже через какой-то вебхук дергаются отправки писем из внешнего сервиса. нужен какой-либо тулинг для того, чтобы помочь, ну в первую очередь и клиентам, ну и партнерам, соответственно, сделать переход на CRM маркетинг. Потому что много у кого пайплайны сейчас автоматизированы на CRM роботах. И всегда нужно сделать гиперсегментацию, чтобы это было письмо конкретному клиенту. Ну и собственно шаблон, редактор шаблонов писем и собственно возможность генерации таких вот вещей нужны на автомате из вашего блока. Ну это скорее пожелание, да? Я предлагаю чуть после доклада пообщаться, чтобы я точнее понял, что вы предлагаете. Да, Андрей, здрасте. Николай Смирнов, компания АТО. Вот Facebook лиды что-то у нас очень тяжело пошли. Как они появились в октябре, мы их раскачивали, раскачивали. Сначала они не прилетали долго. Сейчас работают нестабильные. Заходишь отключить. Оно крутится, крутится, отключить, отключить, отключить. Оно не отключается от формы. Да, у нас были проблемы. Да, и не прилетает форматирование. Ну самая большая жалоба клиентов, что они хотят, ну там в лиде можно картинку вставить. А картинка из шаблона CRM формы, она туда не попадает. Если уж вы начали ковыряться в ресте этого Facebook, и есть там такая возможность, нет. Ну, в общем, мы сейчас, к сожалению, мы сейчас большинства клиентов не можем пользоваться, им не нравится, потому что переходит текст. Именно с Facebook? Ну, с Facebook лидами, да. Ну, некрасиво. Форматирование переходит с точками, с такими. На самом деле это уже поправлено было нами, наверное, где-то месяц назад. Скажи, конечно, тестирование уже. Я надеялся, что уже вышло. Самый главный текст. Да, я понимаю. Мы на самом деле не полно сделали отправку в форум, то есть не отправляется там картинка, там еще что-то там, по-моему, не все поля поддерживаются, я точно не помню сейчас. То есть мы решили попробовать и посмотреть, насколько интересен этот инструмент. Да, и на самом деле к нам обращался Facebook по поводу того, чтобы мы сделали еще в обратную сторону интеграцию. То есть вы на Facebook настраиваете, как вам нужно, чтобы отлично все выглядело, и потом, чтобы это раз появилась CRM-форма и работала вот эта интеграция. То есть у нас, да, есть там такие пожелания, мы это тоже учтем. Идем дальше. Давай вопрос следующий. Дмитрий Буров. Скажите, пожалуйста, по отписке касаемо SMS сервисов, отписка будет на стороне провайдера? Ведь по закону, если не ошибаюсь, от SMS тоже должна быть. У вас очень плохо слышно. Можете еще погромче? Отписка от SMS? Отписка от SMS? Ее нет, но технически поддержка есть. Но просто указывать ссылку на отписку сейчас по сути невозможно, потому что ссылка очень большая. Но там вообще слово стоп, если не ошибаюсь, отправляются, как правило, везде. Это может быть на стороне провайдера делается уже или же через вас все-таки? Ну, у нас пока поддержки такой нет. То есть саму ссылку нельзя вывести. Но можно, если кто-то пожаловался, то добавить черный список конкретный телефон. Провайдер дает возможность отписаться? Провайдер, ну, насчет провайдера не знаю. Это, конечно, в каждом случае у них там свои решения. Я подозреваю, что дает. По-другому они вряд ли могут. И тогда по e-mail собирать отписку с обратной связью возможно будет и кастомизировать что-то? А обратная связь это в каком виде? Ну, причины отписки. Да, если такая потребность есть. То есть к нам пока никто не обращался, но да, можно вывести еще дополнительно контрол, где мы спросим, что да, вы отписаны, но расскажите нам о причинах, чтобы это дальше потом могли вы посмотреть. Есть еще вопросы? Если нет, мы готовы двигаться. Есть последний. Андрей, спасибо огромное. Меня тоже Андрей зовут, Webcube компания. У меня маленький вопрос, уведомления ответственных. Вот мы, да, собрали классно сегмент. Сегмент, скорее всего, там из CRM, лиды, может быть, контакты компании. Отправили и хочется получить, когда клиент кликнул в наше классное предложение, чтобы менеджер, ответственный за этого клиента, узнал об этом. Ну, потому что это важно. Потому что мы отправляем какую-то рассылку, менеджеры про нее зачастую ничего не знают, там отдел маркетинга работает. А так было бы очень классно, если бы конкретный менеджер, который отвечает конкретно за этого клиента, понял, что он перешел по нашим, не знаю, кирпичам и заинтересовался предложением. Соответственно, как-то среагировал на действия. Интересное предложение. Сейчас у нас в карточке CRM показывается, что текущий статус, что прочитано, далее там, чтобы был переход, либо отписка. А еще дополнительно можно консультирование. Да, это в статистике рассылки. Ну, а так для конкретного менеджера было бы очень круто. Спасибо. Да, мы подумаем. Спасибо. Спасибо.